12 часов ночи я доехал до аэропорта протупил если бы автобус не не уехал от меня поезд задержался на 5 минут и я еще когда выходил с вокзала искал номер автобуса и блин выбегаю на дорогу и автобус уезжает на следующий был только через час вот сейчас сижу в аэропорт отопения значит и посмотрел какой курс вот значит я написал 1 доллар это получается 3,8 лей 1 евро это 4,65 лей 1 евро а вот я хотел показать почем бутерброды я ничего не себе не купил пожрать вот не успел и тут такие вот бутыки один бутык 10 баксов в аэропорту вот такие цены жрать хочется ну вот пирожок есть за 3 доллара а тут еще и бухануть можно даже ты смотри нормально такие цены на кофе и водичку сижу есть вай фай интернет вот сейчас поднимусь на второй этаж там сверху вроде есть зал ожидания посмотрим блин а улица мороз капитальный вообще сразу не успел себе ничего купить покушать есть шоколадка и вода и все я не знаю может быть с утра выскочу где-нибудь в какой-то супермаркет тут рядышком сейчас карту буду изучать потом по брожу еще чуть-чуть по аэропорту поснимаю вот так вот короче в бухаресте с ж.д. вокзала с северного 780 автобус прямо под дверью в аэропорт потому что таксист подъехал говорит давай 50 лей вот это где-то получается ну 10 баксов 10 евро он хотел вот чтоб сюда привезти автобус вообще я зашел даже не платил никого не было вдвоем ехали в автобусе такой вот аэропорт самолет у них тут висит такой прикольный час ночи нигде никого нема интересно мне еще нету вылета блин ну я так доволен что я доехал до теплого аэропорта тут тепленько классно пойду на второй этаж где-то поищу тут припарковаться где-то зал ожидания или что-то такое вот где можно поспать тут короче не проблема вообще там он чувачок вообще расстелил коврик себе надувной как у меня есть о курсы валют и завалился спать просто на полу красавчик красавчик вот такие курсы валют у нас в аэропорту родной украинской гривны я тут не встретил видать она не сильно популярная в мире валюта стабилити кстати тут монитор висит удобно я не пропущу свой рейс теперь я смотрите где себя нашел место залипнуть кстати подружка моя вместе летим телевизорчик себе здесь включил смотрю свой любимый канал о бабурики домой спать ой как хорошо это радует что не надо съедить в штучке как люди сидят а можно завалиться и позалипать аааа хорошо магнитик работает как раз тот случай когда можно здорово выспаться под охранной полицией вот и с таким вот видосом центральный вход я здесь чему я очень-очень рад оба оба такой у меня отсюда вид перспективный вот а там где я взял в первый раз там холодно так было вот это я сюда перебурил а здесь вообще тупо в футболке жарко жарко в футболке на улице минус десять полиция меня охраняет здесь надежно все плохо не ту камерки которая на меня смотрит вот чтоб за моими вещами еще следил электронный глаз и нет и этого информационного табло когда мой самолет будем просыпаться пить кофе через 4 часа у нас регистрация вот это весь аэропорт длинный 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 туда выходы 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 налево и направо выходы и все в duty free в duty free duty free вот и бутылка воды здесь стоит 10 лей это 70 гривен короче седьмое ворота тенерифе вот мы ждем свой чек-ин такая погода погода космос у нас через час вылет вообще я с этого аэропорта столько вылета вообще столько рейсов капец вот телевизорчик в этот раз уже рядышком вон там я ночевал вот зарядочку нашел удобно ну что пришел в кафе хотел покушать так мне запретили вот что я купил сегодня за 8 лей короче вот вчера я подошел вечером в кафе внизу там в аэропорт в аэропорту один сэндвич стоил 35 лей я сегодня купил колбасы вот такой двух видов капусточка булочки и два пива одно уже выпил вот и заплатил 8 лей вот чек вот как всегда смотрю свой любимый канал слушаю новости украинские вдали от дома и жду свою тягу летающую сейчас буду хавать с удовольствием грузимся вот такой красавец нас повезет полетит сейчас еще камеру заберут сказать что я снимаю тут незаконное видео тут уже очередь тут уже очередь собралась сейчас вот этот люфт ганса улетит а потом мы за ним затор получается из самолетов этот по обочине хочет объехать этот по обочине хочет объехать этот по обочине хочет объехать ого а за нами уже следующий я был здесь осенью так когда мы подъезжали вечером к отопении к самолету к аэропорту в Ниве было 12-13 самолетов то есть следы от самолетов он с играть они выт시ал тут кор slicer ааааа вот что мы ждали посадку самолета вот этот сел и сейчас мы взлетим 아버지 глупость ну затор из самолета тут такой хаб огромный самолетом постоянно кто-то куда-то вылетает надеюсь сверху солнце светит будет переход крутейший еще один визарь выплывает на взлетку как самолет качает ветром вообще горячая Продолжение следует... Все друг за другом. Один, второй, третий, четвертый. Пошла жара. 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 Даже не знаю, где мы. Пошла жара. Пошла жара. Пошла жара. Пошла жара. Пошли. Острова там далеко какие-то, вон снежные, даже вершины видно, если вам видны. Где-то подлетаем к Марокко, я не знаю. Уже 2,5 часа летим. Ах, погодка хорошая. Там внизу аж 4 корабля, если вам видны. О, а вот еще один сухофрус. Энсерпины такие маленькие вообще. Все, уже и туч нету даже. Неужели на Тенерифе будет дождь идти сегодня, я не знаю. Испанцы любят походить по самолету. Пролетаем сейчас в Алжир, в Алжир. Город. И подлетаем к Марокко. Скоро будем над Марокко пролетать. Горе, 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 вообще, круто, вообще. Над Марокко. Вот это уже точно Марокко. Марокко, а там пустыня марокканская. Турбулентность капитальная вообще. Пустыня, солнце и жара, а горы, вершины, снег. И я включил джипперес, капец как кидает вообще. Я включил джипперес и как раз показывает, что мы над Марокко. Вообще так болтает, капец. Турбулентность. Турбулентность. Вот заканчивается Марокко. Вот. Заканчивается Африка. И начинается Атлантика. Атлантический океан. Где-то там далеко, на том берегу. Моя любимая Америка. Когда-нибудь оттуда попадут. А пока мы летим на Тенрифе. Вон Марокко, пустыня какая. Вдали. Красота вообще. Не знаю. Наверное, на первом мире уже будет солнышко светить. Я так за это переживаю вообще. Я так за это переживаю. Вечная весна, я иду к тебе. Атлантический океан. Заходим на посадку на Тенерифе. Заходим на посадку. Дети орут. Уши заложил. Качает капитально. Но мы паркуемся на Тенерифе. Меня шесть человек убеждало, что мы садимся на северный аэропорт. Даже стюардесса подошла и говорит, успокойтесь, молодой человек, сядем мы на северный аэропорт. Но нет, мы садимся на южный аэропорт. И это очень хорошо, потому что у меня здесь машина залентована. И было бы не в кайф мне сейчас 150 км выдвигаться за машиной через весь Тенерифе. Тенерифе. Ю-ху-ху. Тенерифе. А вот и мы. А вот и мы. Сейчас будут все хлопать. Крейзи, бейзи. Я в шоке. Он нас уронил, а не посадил. У меня аж попадала техника на низ. Жесть. Все, ребята, теперь выгружаемся и на природу.